Всем привет! В сегодняшнем видео обзоре хочу с вами поделиться своим способом обтяжки свадебной казны внутри. Так как свадебная казна будет открываться, то внутри она должна выглядеть тоже аккуратно. Обтягивать я ее буду атласом белого цвета. Надеюсь, видео обзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Вот это все внутри нужно закрыть атласом и для начала нужно измерить крышку и коробку для того, чтобы вырезать нужное количество материала. Сама коробка в длину 68 сантиметров, но я добавляю захват в 2 сантиметра, то есть материал в длину я буду вырезать 70 сантиметров. В высоту коробка 19 сантиметров, но я добавлю примерно по 1,5 сантиметра захвата с каждой стороны. Также еще нужно закрыть атласом дно коробки и крышку. Измеряю диаметр и также добавляю 1,5-2 сантиметра захвате. Также для бортиков крышки я буду использовать атласную ленту белого цвета шириной 2,5 сантиметра. Делать я это буду для того, чтобы работа получилась более аккуратной и не пришлось обрабатывать края атласа. Заготовки из материала подготовлены и можно приступать к работе. Крепить атлас я буду с помощью горячего клея. Сначала я закрою дно коробки, а затем буду проклеивать стенки. Дно готово и теперь перехожу к стенкам коробки, но есть один маленький нюанс и сейчас я вам его покажу. Атлас по краям не обработан, поэтому с помощью горячего клея я сделаю на нем швы. Один шов на атласе готов и теперь можно проклеивать нижнюю часть стенки. Точно такой же шов я делаю на стыке, так атлас не растрепается впоследствии и коробка внутри будет выглядеть аккуратно. Но перед тем, как проклеивать до конца коробку атласом, сначала я закрою этот некрасивый шов атласной лентой белого цвета шириной 2,5 сантиметра. Шов на стыке сделан и теперь осталось проклеить коробку сверху. Просто закладываю атлас вовнутрь и проклеиваю горячим клеем. Обязательно хорошо прижимайте для того, чтобы атлас лег более-менее ровно. И вот такая свадебная казна получилась у меня внутри. Все смотрится аккуратно. Теперь осталось обработать атласом крышку и свадебная казна будет полностью готова. Здесь проклеивать атлас я буду точно так же, сначала закрывая дно крышки. Затем с помощью атласной ленты белого цвета шириной 2,5 сантиметра я закрою бортики крышки. И еще хочу указать на один момент, обязательно при проклейке прижимайте хорошо атлас к стыкам коробки. Так он получится почти в натяг и ваша работа будет смотреться аккуратно. И теперь остался последний рабочий момент прорезать отверстие для конвертов. Сначала с помощью канцелярского ножа и ножниц я прорежу середину, но отступая от краев. Затем под углом прорежу края атласа. Затем закладываю атлас по всем краям вовнутрь и проклеиваю горячим клеем. Вот так легко и просто можно закрыть коробку внутри атласа. И в принципе можно использовать абсолютно любую ткань для проклейки коробки внутри. Самое главное, что делается это легко и быстро, и смотрится все аккуратно. И на сегодня это все. Я очень надеюсь, что видеообзор вам понравился и был полезен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале! Всем пока!